Приветствую всех, дорогие друзья, на моем канале. Мы продолжаем проходить глобальную конверсию к Скайриму под названием Эндерал. Я решил вернуться туда, где мы, собственно, общались с этими лекарями, и оказалось, что было потеряно около 10 минут записи. Проще говоря, я продвигался вот от этого места обратно к крепости. Мы туда сейчас еще вернемся. Дошел до корабля, там где тусовались 4 или 5 скелетов, и встретил трех каких-то странных мобов, похожих на изломов, правда, с мечами. Ну, короче, размотали. Проще говоря, я вернулся туда, где был обстрел. У парней, как вы видите, практически ничего-то и нету, кроме вот этих вот знаков. А, да, тут тусовал бандит, вот я его и пришил. Тут ему и могила, собственно. Но это все. Мы подверглись обстрелу скелетов, которые были на той стороне. А кто заметнул фаербол, я так и не понял. То есть, опять же, не совсем все очевидно, как оказалось. Давайте зайдем сюда, посмотрим, что тут да как. Ну, баньки. Тут все. Рубанок, долото, гвозди, гвозди. Это все, пожалуй, стоит собрать. Может оказаться полезным. Я так думаю. Если нет, просто выкинем. Пехер. Полоски кожи. Ебать. Какая интересная ловушка. Прямо как знали, где ее поставить. Головной убор. А, просто шапочка. О, амброзия. Вот это тоже надо. Железные сапоги. Картофель. Это мы все заберем. Какая сука. Там где-то еще паук. Нет? Нет, вряд ли. Показалось. Это показалось, показалось. Не иначе. Какое мерзкое место. Уголь. Возьмем. Может пригодится для растопки. Я, кстати, так и не знаю до сих пор, как крафт работает. Ну, тут можно отдохнуть. Так почему бы тут и не отдохнуть? О, господи. Какие полезные вещи я сегодня озвучу. Ну, ладно. Я так понял, тут больше ничего нет полезного. Даже рецептов никаких не положили. Ни сундука. Ни пуха. И ни пера. Ну, бля. Ну, ладно. Уходим. На солнечный берег. Я, кстати, в той крепости, видите, она отмечена как маяк. На самом деле, это такая небольшая крепость. А там встретил странную хуйню. Опять же, мувсет у него как у обычного тролля, но выглядит она довольно-таки интересно. Любитель потрындеть. Мне кажется, стоит отправляться по квестам, но... Все-таки я хочу вам показать эту башню. Кстати, быстрые переходы тут не работают. Для меня это стало открытием. Я такой подставы не ожидал. Ну, да ладно. После того, как я вам покажу маяк, мы отправимся вот туда. Мне показалось, что там какой-то город. По крайней мере, значок там Вайтрановский. По идее, тут уже никого не должно быть. Я вычистил это место. Ну, вот, смотрите. Тут вот такие вот две статуи забавные. У одной из них даже есть название. Интересно, трупы остались? А, да, вот. Вот эта штука. Тут его назвали Ватир. Это существо, я знаю, как Сатира. Ну, хер знает. Местный дьявол, короче. Наверху тут камни лихорадки, к которым подходить не хотелось бы. Ну, магические камни, которые вызывают лихорадку. А поглощение жизни у меня уже, по-моему, есть. Сейчас посмотрим. Книга о защите, книга по вручному оружию. А это не то. А, нет, поглощения жизни как раз таки и нет. Забираем. Ладно. Какой-то ящик. И тут я, собственно, увидел указатель. До этого я этих указателей не видел. Арк и речное. Собственно, в ту сторону. Это чудесно. Надо бы отправиться туда, на самом деле. Но я хотел пройти в сторону... Нет, нет. Ты не берешь ее! Отправиться с тобой! Прошу прощения! Ты не берешь ее! Эльфред остается с мной! И уже заберешь обувь. Я знаю бога смерти, когда я вижу одного. Бог смерти? Что? Просыпайся, мать твоя! Ты что, бредишь? О, эм... Я извиняюсь, я умерла. Да, я заметил. В любом случае, кто ты? Я не ожидал, чтобы встретить кого-то другого здесь. Собственно, для бандитов, это так. Да, долгая история. Что ты здесь делаешь? Не похоже ты на любителя приключений. Нет, я не знаю. Это руинство там. Ты знаешь, я мерчант, и мои специальности есть все типы, которые вы торгуются. Ты торговец? Вот это хорошо. Ты обычно находишься в руинах. Конечно, я обычно не ступен, чтобы посмотреть их самостоятельно. Но есть этот путешественник, из Арк, который мне рассказал о этом месте. Три-ривер-вотч. И он сказал, что это не было защищено. Ну, я уже был в этом месте, я думал, что это не будет трудно, чтобы посмотреть. Очень хорошая идея, правда. Смотрите, я знаю, что мы просто встретились, но, вероятно, я действительно встал в себя... что-то ужасное случилось. И я просто не знаю, что делать больше. Да, моя Эльфреда. Она была подчеркнута. Из-за звезды я была так ступен. Мы просто начали сделать кемп для ночи, и я пошла в search for some firewood, и тогда, просто так же, она умерла. путешествовали, все дела, и типа, вот ее нет, блядь. Ну, не знаю, может, мне кажется... Нет, Аватир. Я слышала его грантинг, ты знаешь? Он живет в этой длинной руине. Я пыталась встать, но это не возможно. И я не могу вернуться в Ривервиллу для помощи, это будет очень много долго. Пожалуйста, ты должен помочь мне. Если что-то случится Ольфред, я никогда не обману себя. О, по-другому роду! Спасибо! И быстро! Что? Так, это ее товар, я так подозреваю, да? Давай посмотрим по оружию. Железная секира, судя по виду, двуручник. Бля, хорошая. Ну, красивая, по крайней мере. Так, меч, нож, 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 нож. Нихера? У тебя тут нету. Зелья, свитки не интересует. О, книги! Двуручная, одноручная. Давай-ка я все у тебя их скуплю. У меня бабла нет, от сука. Ладно, давайте начнем продавать всякое. Аметисты, бриллианты, гвозди нет. Кварц, держи. Это пригодится. Старое говно, забирай. Кубок, молоток оставлю. Пила оставлю. Подкова. Забирай. Пустая бутылка. Стальной слиток, это прекрасно. Щит. Маленький рюкзак. Маленький рюкзак. Вот это интересно, найти бы только, где его скрафтить. исписанный пергамент. написано, что я его читал, поэтому. Нахер. Ошибчи древых. милость. Но это пока оставим. Жиротву продавать не буду. Свитки все забирай. Амброзия нужна. Яды. Ядами не пользуюсь. Итак, ботинки бестолковые. Тяжелая броня. Наконец-то избавлюсь от хлама, который таскаю за собой длинные луки. Ага. Вот. Вот этот лук и вот эти вот мечи один я выбил вот с тех мудаков. Сейчас, если там трупы остались, то я вам покажу. Топорик мне не нужен. Ножи пока тоже. Посох магического света пригодится. Это мусор. Это ничего не стоит, ничего не весит. Ну вот, вроде как и разгрузились понемножку. Но мне, тем не менее, нужна псионика. Нет. Мне нужно одноручное оружие на все бабки. Так. Как там? Посмотреть, что у меня по лихорадке. 36% в принципе нормально. Я там где-то амброзию свою последнюю выпил. Очков обучения 11 штук, то есть 11 книг я могу сожрать на этом левеле. Так, одноручное оружие. Закрыть. 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 Оно по одному поинту качает япона, мать. Еще где-то тут я грибы собирал, кстати. Интересно, где они? Они вроде здесь. Где-то в жратве должны быть. А вот они, ледяные когти. хаваем, поднимаем максимальный переносимый вес. Буду я ходить в средней, ну в легкой броне, тут нету понятия средняя. Блин, качать надо одна ручка. В смысле? Ты че, блядь? Это что такое? короче, носорог трахнул мопса, не иначе. Я не хочу знать, что это за существо, но оно ужасно. Сука, это Эльфрида, я так и думал. Я так и думал, это какая-то подстава. Фу, господи. А, да, точно. Есть же еще прокачка. Я че-то совсем забыл об этом. Насколько я понял, прокачка происходит только здесь. По апу-левелам мы поднимаем стандартные характеристики, так как в Скайриме. Такс. Вот это древо я начал качать. Сокрушающая сила хранитель. Увлечит урон от одноручного оружия. Два еще есть. мощные атаки одноручным требуют на 25% меньше запаса сил. Конечно. Можно еще на 7% поднять. Ну, сейчас мы посмотрим. Вы уже открыли это воспоминание. Мастер клинка атаки одноручным оружием одноручными мечами имеет на 10% нанести дополнительный урон. Это, конечно, полезно. Костолом это булавы и резня это топоры. Я понял. А это что? На 10 увеличит скорость атаки и передвижения. На 45 увеличивается защита. На 30 выше шанс нанести ни хера себе атаки и передвижения, но уменьшает вашу способность к защите. Врагам также проще нанести вам критический урон. Нельзя использовать с другими стойками. Я так понял, вот это вот это чисто дуальная стойка. Обход защиты. Охереть. картический урон. Вот он, вихрь с клинков. Ну, видимо, скоро придется переходить. Но буду я орудовать исключительно клинками. Подниму чистый урон. Это у нас через ловкость, через скрытность, через всякое. Это у нас столб магии. Это хер знает какая-то текстура. Кривая, висящая в воздухе, блядь. Ну, ничего не поделать. Любительские моды, они такие любительские. Но небо передрали с авангарда, даже не парились. Ладно, уходим отсюда, вот что-то я. теперь ты типа тут у нас сидишь с этой хуйней. Ну, как я обещал, мы сейчас пропутешествуем в сторону корабля. Посмотрим, что там. Там, опасные земли. Ну, по предупреждению, которые мы видели в горах. Кстати, я вернулся уебал того тролля, который меня гонял по камням. Со щитом это оказалось несложно, на самом деле. Ну, видимо, мне стоит переходить уже в дуальную стойку, брать два оружия. Но пока со щитом, знаете, как-то поувереннее, что ли. Кстати, на сколько там поднялся урон? Девять. Поднялся, пиздец. Ну, ладно. Сделаем сейф. Ну, тут, как я понимаю, мобы не респаунятся. Ну, или респаунятся, просто с большим с большим КД. Вот они, арпы. Видите, фалмеры с драконом на башке, вооруженные сталью. Такие, знаете, фалмеры байкеры. Вот, что-то такое есть. Или фалмеры индейцы. Что-то в них такое есть. Тут можно передохнуть. подсвечник подсвечник надо брать. Запрошенный дом необходим ключ. Ну, увы, ах, ключа у нас нет. Дальше, судя по карте, нифига нету. Только вот лодочка стоит. А вот, еще один. КОНЕЦ вот такие вот арпы. Дерутся они по-фалмерски. Не брезгуют нападать кучами. Но, в принципе, ничего сложного. Вот. Правда, у меня одно единственное... Ну, оденем просто ради прикола. Одно единственное огорчает, это то, что оружие такое слабое. То есть, всех надо именно расковыривать. Ну, да, немножко дрочит. А так, пойдет. там какая-то крипта. Ипать, маги. Охуеть. Не, ну вот че это такое? Просто маги. Сколдовали хуйню, я уехал. Это нехорошо. Ну, тут щит мне не поможет, это однозначно. блядь, а нож я взял и продал, вот дурак. Но зато у меня есть два меча. Естественно, я им ничего не сделаю, по крайней мере, я попытаюсь. вы видите тут баланс? Я не вижу. Вот вообще. Давайте, давайте снизим уровень сложности. Почему бы и нет? Допустим, на новичка вниз в самый спущу. Я сомневаюсь, что это мне как-то поможет, потому что они шотают. Но тем же блядь менее. Он еще не попал. дубль 978-й. Все. ну и что с этими ублюдками делать? Можно попробовать на хилке упасть, конечно. Сейчас втыкнем этот крик, где бы он ни был. Шторм. сделаем сейв, посмотрим, что у меня по хилкам есть. Может какая-нибудь защита от электричества, защита от огня, от холода защиты нет. Давай защиту от огня сожрем. И попробуем ворваться еще раз. у меня влетело приблизительно две стрелы. Нет. Мой персонаж уже сдох. Куда негативней то? О, господи. видимо это не работает. Но может я сейчас к ним подкрадусь и как на... Хотя блять хули я им сделаю. У меня есть прекрасная тактика. Здорово пацаны. Пока пацаны. Блять. Ай. Ай. Больно. Да пошли они нахер. Имбанутые маги блять. Ебут мне тут мозги понимаешь шли. Да ну в пизду. Кто меня мог заметить. Я блять аки сама ночь. Сейф. Отлично. Я пробрался. Надеюсь это не край магов. Мага меня заметил олень. Ну и хуй с ним. Блять. Блять че ты стоишь. Охуеть. Охуеть. Это называется из последних сил. запас здоровья. Че 41% охереть. Ладно сейф. С волчарами справился. Да херово но че поделать. И мы такие жизнь такая продолжаем движение. обнаружено место. Хорошо. Я надеюсь тут нету магов. я бы хотел в это верить на самом деле. но пиздец. Теперь тут еще темно. полный камень душ. Медяки. 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 Засохли деревья Здесь давние кости И камни мертвы Вся жизнь испарилась Из этого места Блуждала одна лишь Больная душа Ей тяжкое бремя Спины не жалея Нести приходилось Она уж мертва Пиздец стихи Оставлю тут Мука Мука выглядит как огненные соли Ну да ладно По моему моделька муки была Как раз таки в оригинальном Скайриме Цветок Цветок это хорошо Все я больше вроде ничего Ха Чуть не пропустил люк Куда то Сейчас посмотрим Куда нас приведет Дорога приключений Надеюсь не к магам О да Дорога приключений Ну по крайней мере Я нашел кузницу Секундочку Секундочку Сколько их тут Пиздец Игра Игра Где баланс 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 Пожалуйста Прийди Не бежать я не буду И каким-то образом Думаю что Одолею Что-то пока не получается Что-то пока не получается Ну это ничего Это не страшно Ну и кто теперь Кто теперь на горе Ох ты сука Там еще и два мага Ох ты сука Господи Какое прекрасное место Давай наверх В уголочку Сюда 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 Сблять Стелс Сблять Иди нахуй Ох кто-то за мной вышел Они все вышли Бежим Ну по крайней мере Тут нету магов Они не успели добежать что ли Хуй знает Сейчас попробуем этих распетлять Ну вряд ли получится Там их трое Плюс один с двуручником Хорошим таким Давай грузись Япона мать Было бы что там Прогружать Честное слово Блядь Ну загрузки Это огонь Надо будет Не забыть Повырезать их Хуууу Ну, музыка уже закончилась. О, слава тебе, Господу. Так. Шука. Так, за мной гоняются. Мягко скажем, мне это не нравится. Ну, что поделать. Нет, это не пойдет. Сначала лечимся. А еще лечимся. Насрать мне на... Что это был твой друг, мой друг, похуй мне. Умрете все. Это я вам гарантирую. Сейф. А мы сейчас проверим, может магия действительно такая имбанутая вещь. Да не особо. Такая же, как и в Скайриме. Бестолковая вещь, если ее не качать. Давай возвращайся. Все. Пока. Так. Ад�. Убивиться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не переживай, у меня ещё вот эти стрелы есть Железные перчатки, кожные ботинки, булава, порчи щит Стальная кираса Прочная кожаная броня, кожные перчатки, молоточек Не, мы всё с тебя забираем, чё ты, блядь И вот эта вот херня тут тоже бегала Дубовый лук Опять же, стальная кираса Нож заберу У меня нету ножа Так, сколько у меня этих стрел? 30 штук Ну, пожалуй, я эти оставлю Так, ладно, хуй с ним, с этим разобрались У меня есть хороший лук Этот щит защищает на 13 А Диорчий На минуточку Он Диорчий щит-то, ублюдок Не понял Вот он Он тут называется рунный Да, он посерьёзнее Защиты даёт Эти 5 Эти 7 Эти 8 Ну, пиздец Ладно Там Ещё как минимум 2 мага Чё с магами делать Я По-прежнему Не знаю Но кайтить их Таким образом Это дичь Чувствую себя довольно убого Ну, по крайней мере 17 Это 9 Это 26 Может просто зайти туда с молотком И наебенить Ну, можно попробовать По крайней мере Так Сейчас посмотрим Но баланса тут не на грош Я вообще его не ощущаю На самом деле Что я сложность поменял Что не поменял Один хер Мне Вламывают Пизду Лэй Сраные бомжи Это бебец Или может мне стоит Заковаться в тяжёлые доспехи Раз уж пошла такая пьянка Да Заковаться в тяжёлые доспехи И попробовать Попробовать вломить им пизды Потому что чё-то Лёгкая броня Выживаемости не имеет Вообще По крайней мере Против магов Так Сейв Не Хочу их убить Реально хочу их убить Меня дико дрочит То, что меня Выносят Бомжи Которые попались мне Просто на дороге Так Сейв Нихуя Себя Обувь Праведного Пути Там какой-то меч На двадцатку Одноручный Двадцать два Двадцать шесть Так я могу Живо использовать Вместе со щитом Вообще же огонь Их можно там Бомбануть Надо попробовать Двадцать шесть Двадцать шесть блять она она фуловая она не горела один сгорела она не сгорела но на меня шутник как только я вылезу умри умри есть готова изысканные кожаные рукавицы серебряный меч дикие маги вот значит кого я тут нашел сундук на эксперта охуеть так прочные кожаные ботинки обычные кожаные ботинки изысканные кожаные ботинки так у доживут но тяжелая броня на тяжелая броня 5 вот этот 18 защищает превосходно я чувствую себя не знаю каким-то паладином прям даже не паладином а храмовником скорее тут же больше ублю да подожди-ка а там есть продолжение этого всего блять надо завутать этих пацанов тут он один был похож на том у него боты булава опять же кираса вы перегружены о боже мой только не это придется скидывать я могу это в принципе пойти продать я не так-то далеко ушел ну давайте скинем две кирасы сожрем еды какой-нибудь оп и на фул блять нахуя я пью зелье если я могу жрать еду сделаем сейф и попробуем взломать навык взлома слишком малый для открытия данного сундука но я бы попробовал на самом деле интересно что там вот просто я ничего оттуда брать не буду но тем не менее я хочу посмотреть там лежат убер вещи ну раз раз эксперт да чё тут детали зелье сноровки зелье харизмы малохитовая руда огненные соли да я бы не сказал что прям убер вещи на таком замке ну да ладно так пойдем посмотрим вентиль сейф опять какой-то сундук но этот не закрытый славьте господи яд паралича вот яд паралича это неплохо так делаем сохранение обычно стоит пиздеж так вижу голос вижу тень судя по тому как он ходит это не вижу маг это или не маг но у него изысканные вот эти вот снаряга и капюшон маговский больше никого только он ебать это маг это сто процентов маг может попробует заманить его не ну раз он меня в стелсе заметил довольно далеко значит он довольно высокого левела это не есть хорошо где он ну раз он посох огненных шаров Стрелы какие-то. Блять. Ага, вижу. Отвати-ка ёбнем в него огненным шаром. Почему нет? Гори, сука. Не, ну а как ты думал, блять? Я что, с тобой играться буду? Мол, два посоха огненного шара, да ты вообще прям просто... Просто подарю какую-то под пальму. Отличное оружие, мне нравится. Так, ага, Кираса у меня 31. А это 28. Прям вот, чё-то прям... Да. Давайте пройдёмся ещё раз посмотрим, чё я мог пропустить. В такой-то суматохе. Темно, сука, нихера не видно. Кошелёк с монетами. А, да, точно, у меня же факела есть. Надо бы их тоже на хот-слот поставить. Сундук на ученика. Кебать. Пф, это ученик? Огонь вообще. Ладно, пойдёт. Пшеница. Да, блять, всю жизнь мечтал немножко пшеницы найти. В таком-то месте. Тут больше ничего не пропущено. В ящиках детали. А тут... Ничего. Какие-то камни. Похоже на шахту. То есть тут идёт добыча чего-то. Яд. Так, ну ладно, давайте двигаться дальше. Сделаем тут сейв. Мне показалось, или там свиток телепортации варк? Телепортация варк. Взламывает замок уровня эксперта. Короче, я могу пойти... И просто забрать. Всё то, что лежит там в сундуке. Потому что у меня есть свиток. Вот так вот. Вот так вот я, наверное, и поступлю. Ну а этот посох, это вообще огонь. Прямо то, что нужно. Так. Да, вообще вот. Взять всё и где там этот свиток. Вот, спасибо огромное. Равноценный обмен. Ну же, ну же. Подлые маги, блядь. Ничего. Ничего. Ещё один сундук. Тут есть детали, зелья, отмычки. Открывает адепта. Слиток лунного камня. Сука. Надо выбросить что там. Выброшу свой старый щит. Он довольно тяжёлый. Ага, вот ещё одна книжка. Ну, как я его запарковал. Красиво. Книга адепта чего? Книга адепта по ремеслу. Уровень навыка 50. Знания, содержащие в этой книге, очень продвинули вас. Вы ещё можете использовать её... Да ладно. Пиздец, меня продвинуло прям сильно. Ой. Давай, до 17 мне про защиту расскажи. И всё, пожалуй. Ящик. Пила. У меня уже есть пила. Что в мешках? В мешках соль. Утёс туманного. Сейф. Щит. То есть там как раз ждал огромный сундук там. Последняя пачка врагов. Все дела. Ну? Давай, загрузка. Отпускай меня. А, нет. Всё хорошо. Я вышел там, где нужно. Отлично. Просто превосходно. Так, оружие. Где мой там рунный меч? Рунная балава. Серебряный меч. А вот, серебряный стальной меч. Это как? Серебряный стальной? Да какая-то хуйня, по-моему, господа. Ну да ладно. А вот эти вот стальные обычные можно уже поубирать. Сейф. Пойдёмте посмотрим. Если там маги, то... Да блядь. Не, его можно улучшить. Легко. Я чё-то просто запаниковал. Я забыл, что молния сносит и запасы сил. А, я его сейчас уебу. Ой, не то съел. Да ты посмотри, какая тварь. И тут на помощь мне, видимо, придёт посох, блядь, с огненными шарами. Не, ну а как ты думал? Надо чё-то тяжёлое скинуть. О, пойдёт. Сейф. Это очень чё-то похоже на поселение магов. Мне это не нравится. Здоровье, конечно же. Горлокаменная. Какая-то мастерская я не успел прочитать, пардон. Сейчас посмотрим. Горлокаменная. Башня мира неподалёку от туманного. Блядь, прибежала там, чёшь, какое-то говно уже. А его чё-то не очень впечатляет моя магия. Так, давайте-ка зарядим посох. Я знаю, что у меня их много. Но давайте его зарядим. Рано или поздно всё равно это придётся сделать. И маленьким, и нормальным камнем. Сейф. Грязевой элементарий. Соли пустоты. Охеренно. Это какая-то мастерская. Маг. Ебать. Ты куда? Лови. Не убегай. Высохший колодец. То есть туда можно спуститься. Хорошо. Давай, у тебя тоже должен быть посох огненных шаров. Давай их сюда, блядь. Ах ты сука. Ну ладно. Я реально, я нарвался на поселение магов. Вообще, мне прям... Прям пиздец, как нравится это место. Не хочу тут задерживаться ни секунды, но чё поделать. Это какая-то мастерская. Значит, тут может быть кузница. Кстати, куда это ведёт дверь? А, мелкое месторождение. Соответственно, это шахта. Хорошо. Какая-то... Какая-то надпись... Шарим... Блядь. Шарим Ралаша, что ли? Блядь. Я их обожаю. Судя по тому, как вы видите, я начал уже аж перестраиваться для того, чтобы их убивать. Кстати, надо будет вернуться и убить тех двоих, блядь. Вот. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Она была... Вольна. Волна боли. Сука, ёбаные маги. Ну, ничего не поделать. Мы им будем мстить. И мстить мы им будем жестоко. У меня там есть ещё пара посохов. Скорее всего, мы их даже ещё и будем резать. Замечательное место. Мне оно очень нравится. Ладно, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.